Крым. Говорят, что здесь можно встретить пейзаж практически любой точки земного шара. Тут можно увидеть альпийские луга, оказаться в пустыне, побывать в субтропиках. А если путешествовать по Крыму осенью или зимой, то запросто можно ощутиться в тундре или увидеть миниатюрный Кавказ. Архитектурные памятники полуострова хранят в своих стенах дух прошедших эпох. В действительности Крым это бесконечные и удивительные открытия. Но, пожалуй, самое увлекательное и экзотическое из них – это подводное путешествие. Привет! Крым – это круто! Особенно, если с аквалангом. Первый раз идем под воду и не знаю, что там может быть. Вообще очень интересно и все это очень классно, очень нравится. Я люблю море и всегда хотела заглянуть в глубину. Сегодня, надеюсь, это у меня получится. Меня зовут Анатолий. Я инструктор ПАДИ Балаклавского дайв-центра «Аквамарин». Мы находимся с вами в районе Балаклавской бухты. Пляж называется «Шайтан». Сегодня мы с вами совершим первое погружение с аквалангом с берега. Так, вы готовы? Конечно. Уверен, это вам понравится. Прошу. Путешествие началось. Первое погружение – самое волнительное. Это знакомство с морем, с чудесным, таинственным миром его глубин. Оказавшись под водой, понимаешь, что этот мир огромен и сказочно красив. Удивляет все. И фантастические пейзажи этого подводного царства, и непривычная тишина – язык, на котором говорит с нами море. Нет ничего более захватывающего, чем взгляд в глубину. Ты буквально паришь, как в космосе. Мы погружаемся в подводное царство Балаклавской бухты. Здесь на каждом шагу начинающих дайверов ждут открытия. Первыми нас встречает пугливая стайка барабулек. На морском дне обитают большие каменные крабы. Вот, например, один из них спасается бегством от непрошенных гостей. Наблюдать за этим морским обитателем очень интересно. Но впереди нас ждут новые необычные встречи. Среди камней кормятся шустрые рыбки. Это морские собачки. Заметив нас, они сразу прячутся в норках. И зря. Люди их не ловят, так как считают несъедобной рыбой. Самые распространенные рыбки – зеленушки. В Черном море их можно встретить практически везде. Сейчас они в замешательстве. Угливо прижимаются к камню, пытаясь понять, кто мы – друзья или враги. Устроенное для них угощение развеяло страх. И к подводному столу моментально собралась внушительная стая зеленушек. На званный пир пожаловали морские ласточки – черные рыбки с раздвоенными хвостиками. Пиршество продолжалось довольно долго, доставляя большое удовольствие всем – и людям, и рыбам. Вдоволь насытившись, зеленушки лениво подались в освояси. На песчаных потлишах часто встречаются морские лисицы или затаившиеся морские языки. Чтобы быть менее заметными, многие рыбы маскируются, часто зарываются в песок, или, как эта рыба-игла, изображает веточку водоросли. Так она часами может сохранять неподвижность. Потревоженный нами глосик, желая укрыться, грациозно скользит вдоль песчаного дна. А эти замечательные маленькие путешественники называются рачки-отшельники. Хищница-скорпена или морской ёрш. Выжидая свою добычу, она притворилась камнем. В этом ей очень помогает её способность легко менять окраску – от коричнево-бурой до красной и даже жёлтой. Для защиты от врагов Скорпена вооружена острыми ядовитыми шипами. Восточный гость – моллюск Рапана – добрался к нам на днищах кораблей из далёкого Японского моря. На камнях встречаются актинии. Они имеют очень разнообразную окраску – зелёные, красные, бурые, синие. Настоящие морские санитары – асцидии. Своими трубчатыми прозрачными бутылочками с сифоном они, как фильтры, очищают воду. Маленькие красные веера на трубчатой ножке – это полихеты – морские черви. Среди водорослей заметно выделяется черноморская губка. В тёплой прозрачной воде мелководья обитает множество небольших креветок. В лучах солнца креветки выглядят очень нарядно. Не менее праздничное убранство у грибневика. Его украшают радужные светящиеся огоньки. А эти самые распространённые и известные всем курортникам маленькие медузы называются аурелии. Медузы-корнироты. Щупальцы этой красавицы ядовиты и опасны для пловцов. Так что трогать этих медуз нежелательно. Лучше со стороны наблюдать за её медленным, грациозным танцем. А вот, пожалуй, самая приятная встреча. С нами решила познакомиться стая дельфинов. Они пугливые, но очень любопытны. Поэтому через короткое время вы можете стать настоящими друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Находясь на глубине, понимаешь, что этот мир можно изучать бесконечно. Но, к сожалению, время пребывания под водой для аквалангистов ограничено запасом воздуха. Пора на поверхность. Субтитры создавал DimaTorzok Цель нашего следующего путешествия – подводные пещеры и гроты. Мы на южном берегу Крыма. Это удивительное по красоте побережье известно своими уникальными климатическими условиями, реликтовой растительностью, разнообразием исторических достопримечательностей. Ласточкино гнездо – это визитная карточка Крыма. Здесь нас ждет очередное погружение. Скала, на которой стоит замок, кажется монолитом, но основание ее изрыто морем. Это многочисленные гроты и пещеры, сообщающиеся между собой длинными ходами. Проплыв по узкому подводному коридору, аквалангисты попадают в сухую часть пещеры. Разрезая мрак, луч фонарика скользит по влажным тысячелетним карстовым натекам. Находясь в темноте, трудно представить, что над нами более 30 метров скалы, на которой стоит прекрасный замок Ласточкино гнездо. Ярко светит солнце, кипит жизнь. Из пещеры есть несколько выходов, исследуя которые, задаешься вопросом, сколько же миллионов лет море выбивало эти тоннели, полировало трещины, создавая подводное царство мрака в известняковых скалах берега. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из века в век шлифуют волны берега вдоль всего Крыма, поэтому подобные гроты и пещеры есть и в Новом Свете, и на мысе Айя, и, конечно же, на знаменитом Тарханкуте. Туда мы отправляемся в наше следующее путешествие. Жемчужина западного побережья Крыма, мыс Тарханкут. Нить суровых серых скал пролегла границей между двух великих стихий, бескрайним морем и бесконечной степью. Пейзаж этих мест разительно отличается от красочного великолепия южного берега. С появлением акваланга в нашей стране Тарханкут стал меккой для аквалангистов. Мы ездим сюда уже давно, на протяжении последних лет пятнадцати, и я могу сказать, что ребята любят Тарханкут из-за его прекрасных ландшафтов, замечательных подводных скал, и в последнее время мы любим погружаться в подводный музей. Один из самых необычных на Земле, скорее всего единственный в своем роде, этот музей находится на глубине тринадцати метров под водой. Входной билет – акваланг и ласты. Заложенный донецкими туристами в начале девяностых годов прошлого столетия подводный музей стал настоящей достопримечательностью Тарханкута. А все потому, что его экспонатами стали бюсты и статуи очень известных людей. Здесь Ленин и Маркс, Сталин и Дзержинский. Перед вами так называемая аллея большевиков. В то время как на Земле люди пытаются забыть эту страницу своей истории, энтузиасты подводного плавания решили сохранить от уничтожения несколько бюстов, спрятав их на морском дне. Идея понравилась дайверам, и теперь каждый год экспонатов становится больше. Одесситы, харьковчане, симферопольцы и киевляне каждый-то пополняют подводную коллекцию. Недалеко от основных персонажей заложена аллея писателей и композиторов. Заботливые хранители музея раз в год чистят статуи от ракушек и водорослей. Если этого не делать, экспонаты со временем превратятся в камни. А как отнеслись к созданию музея подводные обитатели, рыбы? Сначала с любопытством, но вскоре утратили интерес к непонятным фигурам. Зато люди, похоже, всерьез увлечены процессом. И теперь музей насчитывает более 30 экспонатов. И это еще не предел. Каждый любитель подводного плавания может принять участие в этой уникальной затее. Ночное погружение – наше новое путешествие, полное острых ощущений. Море ночью кажется не столь ласковым и приветливым. Погрузившись в неизвестность, испытываешь волнение. Что скрывает мрак глубины? Какие встречи? Какие тайны? И вот наши фонари потревожили покой дальней родственницы акулы – морской лисицы. И она грациозно уплывает подальше от любопытных глаз. Морской язык также смущен неожиданным появлением фонаря. Луч света выхватывает из темноты дремлющих на дне барабулек, бычков, атеринок, смарин и прочих морских обитателей. А вот для Скорпены ночь – самое лучшее время поиска добычи. Фонари ее нисколько не смущают. И мы становимся свидетелями захватывающей сцены – охоты Скорпены. А имя этой чудной рыбки – Ошибень. Но рыбаки и аквалангисты используют ее красивое местное название – Гелея. Она общительна, но осторожна. Оценив наше дружественное намерение, Гелея с удовольствием позировали перед камерой. Разбуженная зеленушка ищет более укромное местечко, чтобы продолжить свой рыбий сон. Самая ядовитая черноморская рыба – морской дракон – имеет на спине опасный трехзубчатый плавник, похожий на корону. Укол у него сравним с укусом гадюки. Если его не трогать, морской дракон достаточно безопасен. Он очень любит прятаться, зарываясь в песок. Так же, как наш старый знакомый краб. Девочка-пай – это морская рум. Если он не был демиджом, он всегда исчезнет. Рум. Рум. Среди камней плавно скользит тёмная фигура горбыля. Несколько мгновений, и он исчез во мраке в ночном море. К сожалению, за одну ночную прогулку многого не увидишь. Равно как и не передашь все чувства, наполняющие твою душу. Но поднимаясь на поверхность, чётко осознаёшь главное желание. Подводные путешествия надо продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok Если вам понравится дайвинг как вид отдыха, и вы приобретёте опыт, позволяющий погружаться довольно глубоко, то откройте для себя новую страницу подводных приключений, затонувшие корабли Чёрного моря. Такие погружения планируются заранее. К ним тщательно готовятся. Выбирают маршрут, проводят брифинг, согласовывают действия аквалангистов при обследовании подводного объекта. Затонувших кораблей довольно много в Чёрном море. Сейчас некоторые из них открыты для посещения подводными туристами. Многие затонувшие корабли находятся довольно глубоко, поэтому необходимо специальное снаряжение и хорошее физическое самочувствие. При себе нужно иметь подводный фонарь и обязательно нож, так как часто на затонувших судах встречаются оборванные сети и тралы. Кроме этого, нужно быть внимательным, чтобы не повредить себя и оборудование, а корпус или хаотично торчащие вокруг предметы. Но если соблюдать все правила и требования, то подобные погружения будут достаточно безопасны и очень интересны. Внутри можно увидеть любопытные экспонаты, например, хорошо сохранившийся немецкий джип времён Великой Отечественной войны. По разбросанным железным кроватям угадываются бывшие каюты, деревянные коридоры, кубрик с иллюминатором, за которым уже несколько десятилетий один и тот же пейзаж – морское дно. Двигаться по этим лабиринтам нужно с особой осторожностью. За долгие годы внутренности корабля заполнились толстым слоем ила. Всего одно неаккуратное движение аквалангиста, и вода вокруг сразу станет мутной. В такой ситуации найти выход будет достаточно сложно. КОНЕЦ Некогда грозная боевая техника теперь превратилась в подводные памятники. На кораблях до сих пор сохранились остатки пушек и оборудования. Но трогать здесь ничего нельзя. Все очень хрупкое и буквально рассыпается в руках. Вода и время превращают этих молчаливых исполинов в немощных старцев. Мы же всего лишь немногие счастливцы, имеющие возможность прикоснуться к истории. На морском дне нашли свою последнюю пристань корабли многих стран и разных эпох. Вот этот обросший мидиями и водорослями остов, состоящий из деревянных шпангоутов, когда-то был грозным военным парусником, входившим в состав английского флота, осаждавшего Севастополь еще в середине XIX века. В 90-е годы 20-го столетия подводные археологи тщательно исследовали его. Подняли на поверхность чугунные пушки, предметы быта и несколько бутылок свинола. И теперь аквалангисты в шутку называют этот затонувший корабль «пьяный джек». Многим действительно везет до сих пор. На прощание пьяный джек преподнес и нам свой фирменный подарок. И не важно, насколько древней оказалась эта бутылка с вином. Главное то, что эти подводные путешествия оставили в нашем сердце самые яркие и незабываемые впечатления на долгие годы. За подводные путешествия в Крыму! Ура! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok